Кремль не повысят пенсии старикам, чтобы не обидеть нефтяных королей Экономика Нефть и газ 22 апреля 8.15 Кремль не повысят пенсии старикам, чтобы не обидеть нефтяных королей Сдерживание цен на бензин из-за неграмотных действий правительства Обойдется России очень дорого Андрей Захарченко Комментариев просмотров 7068 Фото Егор Алеев ТАСС материал комментируют Игорь Юшков Леонид Хазанов Павел Шапкин В этом году за поставки бензина и дизельного топлива на внутренний рынок Получат от государства в общей сложности более 300 миллиардов рублей 90 миллиардов им выплатит бюджет из поступления от повышенного налога на добычу полезных ископаемых НДПИ Еще в общей сложности 210 миллиардов недополучит Фонд национального благосостояния Куда поступает часть нефтегазовых доходов Однако сами нефтяники полагают, что этого мало, чтобы компенсировать все издержки отрасли Поэтому, как сообщают, в частности, ведомости, Минэнерго предложила изменить механизм расчета Аккуратор российского топлива энергетического комплекса Вице-премьер Дмитрий Козык ранее упоминал об одобрении ее правительством Которое, к слову, признало существующий механизм компенсации за поставки топлива на внутренний рынок Если изменения будут реализованы, то размер государственных выплат нефтяникам достигнет отметки в 450 миллиардов рублей Примечательно, что это в два раза больше, чем государство экономит Отказываясь индексировать пенсии работающим пенсионерам В 1,6 раза превышает запланированные федеральным бюджетом расходы на развитие дорожного хозяйства в период с 2019 по 2024 годы И лишь немногим уступает размеру поступлений в бюджет от повышения налога на добавленную стоимость НДС С 18 до 20 процентов Загвоздка заключается только в том, что пока Минфину, оценившему потери бюджета от выплаты нефтяной компенсации в 190 миллиардов рублей И Минэнерго не удалось договориться об источниках их восполнения Пенсионная реформа «Единая Россия» подписала себе приговор Партия власти тянет на дно всю государственную систему управления Как уточнил директор Департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексей Сазанов В настоящее время рассматривается три возможных варианта позаимствовать средства в ФНБ В очередной раз поднять НДП или повысить акцизы на темные нефтепродукты Против первого варианта категорически возражает Минфин Второй абсолютно не устраивает Минэнерго А вот третий вариант может принести бюджету 50 миллиардов рублей Вероятность того, что нефтяникам удастся повернуть ситуацию с изменением механизма компенсации к своей выгоде Довольно высока, заявил в беседе с корреспондентом СПИ ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков Это, говорит он, будет определенный размен Нефтяники подписывают соглашение о сдерживании цен на внутреннем рынке А правительство идет на изменение механизма расчета компенсации Или, согласно официальной трактовке, демпфирующей надбавки Получается такой кругооборот денег в рамках налогового маневра Нефтяники стали больше платить А теперь они просто получают обратно свое же СП А для чего же тогда вообще проводился этот налоговый маневр? По большому счету, ситуация с ним абсолютно бессмысленная С одной стороны, Минфин пролоббировал все эти реформы для увеличения доходов бюджета Но теперь эти деньги приходится возвращать обратно нефтяникам же Единственный осмысленный момент во всей этой истории Сдерживание роста цен непосредственно на АЗС Из-за того, что цена на заправках не растет Люди просто не видят, как нефтяники на самом деле получают те же доходы Как и в случае повышения цен на АЗС Однако люди не чувствуют какого-то социального напряжения, не нервничают Чего, собственно, и добивается правительство А это очень животрепещущая тема Потому что граждане каждый день видят цены на заправках И как только они начинают расти, сразу же возникает бурное возмущение Если мы вспомним последнюю прямую линию с нашим президентом То первый же вопрос, прозвучавший в ее ходе от зрителей Касался как раз цен на бензин и дизельное топливо СП, то есть нефтяники, говоря простым языком Все же получили возможность трясти правительство за грудки Преследуя свои собственные интересы Де-факто так оно и есть Сначала правительство в октябре 2018 года провело, так сказать, блицкрик и одолело нефтяников Вспомните, их же собрали и сказали Если вы выйдете отсюда без соглашения, то мы завтра сделаем так Что вы не сможете вообще экспортировать нефтепродукты Это была серьезная угроза Нефтяники, конечно, согласились Хоть и понесли убытки К марту нынешнего года они подготовились более основательно О чем, собственно, и предупреждал эксперт еще в январе РИЭД Полагаю, главы нефтяных компаний не один раз уже сходили к Путину И вот теперь уже нефтяники во всеоружии ставят ультиматум правительству Или мы повышаем цены на АЗС Или давайте нам повышайте компенсацию Потому что уже с января нынешнего года нефтянка не работает в полной мере А нефтеперерабатывающие заводы становятся убыточными как сегмент бизнеса Это путь к дефициту, ведь убыточные активы попросту закроют СП, Минфин и Минэнергия никак не могут согласовать источники восполнения потери бюджета При выплате компенсации нефтяникам Как вы полагаете, на каком из озвученных вариантов сойдутся в стороны в конечном счете? Надо понимать, что повышение акцизов или НДП и вернет нас к ситуации октября 2018 года Себестоимость нефти на входе на НПЗ возрастает как раз из-за поднятия НДП И нефтяники вполне резонно поинтересуются А вы что, хотите, чтобы мы из более дорогой нефти делали более дешевое топливо? Это же абсурд! А если повысится акциз, это сразу спровоцирует рост цен на АЗС Сразу приведет к усилению социальной напряженности Правительство, думаю, на это не пойдет В ФНБ тоже залезать, полагаю, не будут Зачем же тогда, спрашивается, вообще было затевать возню с налоговым маневром Чтобы потом в итоге просто опять залезть в ФНБ, решая проблемы реформы Фонд национального благосостояния, скорее всего, трогать не дадут Согласился с соображениями Игоря Юшкова эксперт-экономист Леонид Хазанов Во-первых, потому, что он все-таки не резиновый А, во-вторых, потому, что он как раз и формируется за счет поступления НДП И с нефти и газа и экспортных пошлин СП, получается, остановится все же либо на повышении налога на добычу полезных ископаемых Либо на повышении акцизов Да, но только стоит учесть, что вновь поднимать И поднимать заметно, эти налоги нельзя Потому что, с одной стороны, эксплуатация многих нефтяных месторождений Не отличается высокой рентабельностью А рост ставки НДП приведет к ее очередному падению Подачка победителям На пенсии ветеранам ВОВ выделено меньше депутатской взятки К 75-летию победы Кабмин решил добавить фронтовикам немного денег Совсем немного Государство, резюмировал Игорь Юшков Через введение налогового маневра само загнало себя в патовое положение По сути, подчеркнул эксперт, эта реформа поменяли шила на мыло И при этом нажили себе кучу проблем Переработка оказалась убыточной Индустрия убыточная Все жалуется Денег в бюджете не хватает Хотя планировалось, что прибавятся Цены все равно растут Зачем это было надо? Хотите, чтобы цены были ниже? Просто уберите акцизы Чтобы сдерживать цены на внутреннем рынке Не надо было городить огород с введением квот У нас нет дефицита нефти У нас себестоимость возрастает из-за роста НДПИ Здесь надо искать какой-то компромисс Потому что нельзя сделать все за счет нефтяников Потому что они все равно пролоббируют такую схему Чтобы получать компенсацию А надо компенсацию глядь Где ник нет Куча проблем просто высосана из пальца на ровном месте Почему так происходит И из-за чего наше правительство Вновь и вновь наступает на одни и те же грабали В свое время популярно и доходчиво Разъяснил в беседе с корреспондентом СП Председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин Есть совершенно абсурдное экономическое мышление У экономического блока правительства Просто у нас в министерствах Даже в Минфине Сидят, по моему мнению Бухгалтеры средней руки Которые ничего не соображают И доводят страну до ручки И самое печальное Что исправить тут ничего нельзя Уж даже если сам Глазьев Советник президента Хватается за голову Что уж обо всех остальных говорить Весь этот абсурдный курс Выливается в реальные человеческие трагедии И дальше будет хуже Проблемы экономики Белоруссия ограничила экспорт нефтепродуктов Из-за качества российского сырья Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова